Люди проводят опросы в онлайн-сообществах, кто в какие версии больше верит. Давненько в Молдове не было шпионских историй. И вот одна из них на нашей повестке действительно само происшествие экстраординарно в любых условиях. Даже если каким-то образом в конце окажется, что это какая-то инсценировка, и даже этот злосчастный судья сам себя похитил, хотя, мне кажется, довольно маловероятная подобная версия. Но даже так это необычно, потому что даже вот такие провокации государственные органы, полиция, органы безопасности должны бы пресекать или иметь возможность хотя бы их расследовать. Но прямо с самого дня происшествия с прошлой недели на нас палилось очень много противоречивой информации. И, например, для меня налицо скоординированная кампания по продвижению определенной версии. Учитывая, какие каналы массовых коммуникаций участвовали в этом, я имею в виду онлайн-публикации, разные телеграм-каналы, какие публичные личности продвигают именно эти все версии, и как происходит публикация материала. То есть это типично, ну просто смотришь, кто за этим стоит, и понимает, что эти люди не занимаются информированием общества, они занимаются дезинформированием или манипуляциями общественного мнения. Я имею в виду там разные группы телеграм-каналов с такими деятельными, которые раньше работали на Плохотнюка, а после его бегства уже, скажем, перевелись в поддержку господина Додона. И там было очень много несостыковок, о них мы, наверное, детальнее поговорим далее, но важно понимать другое, что скандал огромный, имеет прямое влияние на общественно-политическую ситуацию в Молдове, в том числе это доказано созданием вот этой комиссии, которая изначально позиционирована очень политически, в том числе как избрали руководство, большинство абсолютных членов этой комиссии, представители действующего большинства партии социалистов ШОР, во главе комиссии представитель платформы «Да», и логика этой комиссии, исходя из всех заявлений, в том числе экс-президента Додона, одна единственная – доказать, что во всем виновата Майя Санду. И подобным образом ударить по ее рейтингу, по рейтингу партии, ее поддерживавшей на президентских выборах, перед парламентскими выборами. То есть так или иначе, вся эта история, помимо ее международного охвата, про борьбу в преддверии выборов в парламент Республики Молдова, которые, возможно, будут в этом году. И даже если они не будут, борьба за понижение и повышение рейтингов, она у нас всегда идет. То есть избирательная кампания происходит всегда, и это нужно понимать. Когда она официально начинается, это просто такая уже финишная прямая и усиление, собственно, борьбы. Но четыре года подряд у нас всегда избирательная кампания.